События, за которым следил этой ночью весь мир. Дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Кто же победит? Непредсказуемый Дональд Трамп или же Камала Харрис, которая реактивно заменила Джо Байдена? Вы не поверите, но многие говорят, что Камала выиграла эти дебаты. Но что же будет в Соединенных Штатах? Мы обсудим во второй части нашей программы. От этого зависит будущее Украины. Давайте будем откровенны. И более того, будущее мировой архитектуры безопасности. Но начну я с не менее важной темы. Возле наших границ в Беларуси происходит очень необычное событие. Все чаще и чаще приходится Александру Лукашенко сбивать российские дроны на территории Беларуси. Вот об этом я хочу и начать разговор с Татьяной Мартыновой. Это хорошо известная вам активистка, журналистка и глава фракции «Хватит бояться». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада всех видеть. Единственное замечание – я не активист, я гражданское общество. Потому что активисты – это другое. Вот давайте это тоже учтем. Татьяна, вопрос. Что происходит сейчас в небе над Беларусью? Почему все чаще и чаще белорусское ПВО начинает работать уже против России? Как вы можете это объяснить? Это какая-то случайность или нет? Вроде как это уже больше одного дрона, сбито в белорусском небе, именно которые прилетают со стороны России. Ну, смотрите, мы же анализировали эту ситуацию раньше и с экспертами, и на других каналах. Наш прогноз был после первых прилетов дронов, да, и после первого сбития, что их количество будет увеличиваться. Другой вопрос, что не белорусская политическая составляющая в лице Лукашенко и у министров, не силовая в лице Хренина, министра обороны, не говорит о том, чьи это дроны. Более того, Министерство обороны Беларуси заявляет, что они сбивают их вместе с российскими коллегами. Опять же, не упоминая, это дроны российские или украинские. Все это, безусловно, связано с тем, что, если сказать, что это украинские дроны, которые летят на территорию Беларуси, с территории Украины, то, соответственно, что мы имеем? Войну с Украиной, активную фазу Беларуси, то есть как бы белорусам, значит, надо отвечать. Но мы тоже понимаем, что когда у нас идет средство радиоэлектронной борьбы, работают, они скручивают мозги российским дронам, летящим на территорию Украины, и, соответственно, они могут улететь куда угодно. Вот недавно была публичная информация, что такой дрон долетел аж до Латвии. Другой вопрос. Дроны же тоже разные. Какой-то дрон после выработки топлива просто упадет и там, не знаю, прибьет на ромашковом поле пару цветочков, а есть те, которые при падении взрываются. Это тоже разные дроны. И пока еще при сбитии обломки дронов в Беларуси всего лишь повредили крышу кирпичного склада. Нет ни жертв, ни особо разрушений. Но другой вопрос, что будет, если будет не так? Потому что никто не гарантирован от того, что кто-то может промахнуться, дрон не сбить. Дрон может взорваться при падении уже не на кирпичный склад, а на жилой дом или на вот эту священную корову Лукашенко. То, что недалеко от границы, Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Что будет тогда, говорит белорусская власть? Как она это будет объяснять людям? Почему они вдруг им продавали все время мирное небо над головой? Да, бы не было войны, а тут раз и вдруг в этой войне начинают гибнуть белорусы, которые вроде бы как сидят тихо у себя и не влезают. То есть здесь очень на тоненького все, на мой взгляд. Я не верю в то, что дронов будет становиться меньше. Я думаю, что дронов будет становиться больше. Но здесь интересы Кремля и Пекина на территории Беларуси сильно расходятся. Поэтому, собственно, Саша сидит и молчит. Занимается, как обычно, уборочной. Первое сентября, дети в школу, общается со студентами. Закладывает музей Беларуси, где, так сказать, будет экспозиция «Тысячелетняя история Беларуса». В общем, делает вид, что ничего на самом деле не происходит. Насколько долго ему удастся выдержать именно такую позицию, будет зависеть от того, будут ли жертвы и разрушения от этих самых тронов. Смотрите, Лукашенко постоянно повторяет, что его хотят втянуть войну. Беларусь хотят втянуть войну. Ему поступает, как помните, я там говорил, 99% предложений, которые никак не подходят. Но все-таки вот 1% он оставил для чего-то, возможно, для торга. И после этого начинают постоянно лететь дроны со стороны России, которые сбиваются. Может ли это быть так, что Путин хочет намекнуть Лукашенко, что ему не удастся обойти вопрос втягивания Беларуси в войну? Ну, начнем с того, что Путин давно уже дал понять Лукашенко. Это же случилось не вчера, да, и не позавчера. Лукашенко всегда был зависим от Путина в большей или в меньшей степени. Ну, то есть сначала от Ельцина, потом от Путина. Вся его карьера построена исключительно на зависимости от России. Это связано и с политическим вектором развития Беларуси, и с экономическим. Сейчас просто ситуация патовая. Я все время прошу держать в голове то, что Лукашенко не является абсолютным субъектом, как глава государства. Он очень много уже не контролирует. Скорее, он является объектом, которому везет, причем реально везет, потому что в очередной раз интересы более сильных государств на территории Беларуси не совпадают. И только поэтому он пока там еще изображает из себя президента. Как только будет некий договор, ну, как минимум между, не знаю, Америкой и Китаем, например. Да, сейчас в Америке поменяется президент. Чего вы начали это? Ведь, да, придет Трамп или Харрис, не суть. В том смысле, что не надо бояться, на мой взгляд, прихода Трампа как чего-то совершенно 100%, какой-то трагедии для Украины или для Беларуси. Дело в том, что если мы перестанем слушать комментаторов американских выборов в Восточной Европе где-то и послушаем то, что говорят непосредственно американские аналитики, причем с таким очень серьезным и большим стажем работы с разными администрациями Белого дома, они все время говорят «успокойтесь». Трамп – это тот парень, который еще и Кремль может разбомбить, я к счущу, в отличие от демократов, которые точно его бомбить не будут. Поэтому Лукашенко на данный момент, как и все страны, находящиеся в таком неустойчивом положении, безусловно, ждет, чем закончатся американские выборы. Именно поэтому основной договор о гарантиях безопасности с Россией, с Путиным, подписание этого договора Лукашенко оттянул на декабрь. Скорее всего, он его даже перенесет на январь. Хотя большая предварительная работа в этом отношении Министерством обороны была проделана. И была принята еще в январе прошлого года, 19 января, этого года, извините, была принята и была проведена пресс-конференция, принята Всебелорусским народным собранием новая военная доктрина в Беларуси, где Беларусь отказывается от безъядерного статуса. Ну и там меняются формулировки квалификации войн. Но это долго, нудно, как бы сейчас мы не будем на этом зацикливаться. Но это прям другая картина безопасности, нежели это было до 19 января 2024 года. Однако это все еще нужно свести в некий документ, подписать с Путиным. И невзирая на то, что любыми подписанными договорами, начиная от Будапештского меморандума и многими другими, мы сегодня можем воспользоваться для того, чтобы растопить камин, тем не менее, все-таки они какое-то время даже, возможно, чего-то будут стоить. Поэтому Лукашенко в такой ситуации, когда играет не он, когда играют им, и периодически он еще получает сигналы из Китая, как бы, Саша, давай ты ничего не будешь. Вот сейчас просто ничего не делай, ничего не говори. Мудро молчи. Потому что Лукашенко любит периодически выйти к журналистам, собрать каких-то еще присутствующих на территории Беларуси послов и выдать какой-нибудь такой стендап, что весь мир потом такой сидит и не понимает, что с этим делать. Ну, как бы не весь, но те, кто, по крайней мере, завязаны на белорусской тематике. То есть в смысле, что это было. Поэтому сейчас ситуация сложная. Именно для Лукашенко это хорошо. Потому что чем сложнее ситуация у него внутри, а это связано и с экономикой, и в данном случае с безопасностью, тем больше шансов, что он налепит ошибок, которыми смогут воспользоваться более умные партнеры, которые как раз-таки на стороне Украины и всего цивилизованного мира. Татьяна, как ни крути, через год должны в Беларуси пройти так называемые выборы, так называемого президента. Понимаем, что никаких выборов не будет. Уже Лукашенко показал, какие методы борьбы он использует, когда голосует не за него. Тем не менее, можем ли мы рассчитывать на то, что Беларусь в течение этого года 100% не будет втянута войну? Ведь на этом, собственно, и сжиждется весь общественный договор Лукашенко, ну, хоть с какой-то частью белорусов, которые не хотят втягиваться в борьбу против режима. Что вот мы якобы живем, может, не лучшим образом, но у нас нет войны, пока он при власти. Ну, вообще, конечно, это очень смешно, белорусские выборы. Еще мне нравится очень нарратив пропаганды, как они обозначили все выборы, которые происходили в Беларуси при Лукашенко. Они называют это «оппозиция пыталась свергнуть». Понимаете? То есть само слово «выборы» – это «оппозиция пыталась свергнуть». Ну, ладно, бог с ними, тут уж мы ничего с ними удаленно не сделаем. Так вот, значит, выборы, скорее всего, пройдут 23 февраля 2025 года, потому что по Конституции они должны пройти до 20 июля. Но так долго Лукашенко, я думаю, ждать не будет. До этого момента тоже будут какие-то понятные приоритеты, которым он будет следовать. Он очень долго будет елозить, ну, какое-то время точно, по поводу того, что, ну, может быть, я же не вечный, мне тяжело, я уже старый человек, мне уже надо идти отдыхать, у вас будет другой президент, тем более, что реально периодически возникают вот эти разговоры о преемнике, о том, что нужен транзит власти, потому что Беларусь и как в стране, в интересах прям государства Беларусь, сейчас необходимо переворачивать страницу, потому что та изоляция, в которую она с каждым днем попадает все больше и больше, и из-за отсутствия легитимности, и из-за соагрессорства в войне против Украины и по ряду других пунктов, потому что, как бы ни было, демократические силы Беларуси, хоть и не обладают большой силой, но не дремлят, и те, кто пожали руку Светлане Тихановской, вряд ли когда-нибудь пожмут ее Лукашенко. Поэтому, конечно, он заинтересован, в смысле государство Беларусь заинтересовано в транзите власти. Курс на либерализацию и так далее. Но в этом не заинтересован Лукашенко, потому что тогда он ни в чем не уверен, и он, в принципе, в порядке только до того момента, пока он захватил власть, пока спецслужбы работают на него как-то, пока он хотя бы что-то контролирует. Хотя, на самом деле, Министерство обороны практически полностью де-факто контролирует Россию. Но де юре еще Беларусь. Поэтому он пойдет сам на эти выборы, как бы что он ни говорил. Выборы будут достаточно быстро, он не будет ждать каких-то солнечных дней. Полностью заряжены все абсолютно силовые структуры, чтобы выборы прошли тихо, быстро и без каких-либо волнений, что, скорее всего, и будет, потому что уровень репрессий колоссальный. Будет выдвинута каких-нибудь пару спойлеров, как обычно, типа какого-нибудь Черечня, там, не знаю, Гайдукевича. Ну, и, в общем, все. Все так оно и закончится, если ничего не поменяется. Вопрос в том, что он сделает все, чтобы Беларусь не втянули в активную фазу войны до выборов, я бы так не ставила, потому что это реально не в его власти. Это будет, как решит Путин. И сможет ли удержать от этого шага Путина Китай? То есть тут такой, знаете, любовный треугольник, в котором невеста старая, несимпатичная. Но, к сожалению, на нее записана, так сказать, часть недвижимости в лице страны. И поэтому с ней надо что-то как-то так сделать, чтобы она совсем не кряхнула. Вскоре поговорим о давлении на Лукашенко и со стороны Китая, и про визит польского президента в Китай, про давление со стороны границы. Но сейчас я хочу с вами еще вот эту расширить тему внутри белорусского вопроса. Как сейчас вообще себя чувствует белорусское общество, народ? Мы понимаем, что какие-либо оценки и социологию наверняка получать очень сложно. Мы с вами в начале полномасштабного вторжения говорили, что белорусы вообще в шоке, это абсолютно не их война, они себя абсолютно не хотят связывать и этим кровопролитием и так далее. Но вот на данный момент сейчас они ощущают в основной своей массе, граждане Белоруссии, что страницу нужно перевернуть, что дальше только слитие с Россией или участие в войне, и никаких других перспектив нет. Или все думают, что удастся вот, как бы, уж просите, по-тоненькому вот так пройти? Я думаю, что белорусское общество сегодня, знаете, вот как в детстве, можно охарактеризовать, я в домике, да? А белорусы, и это не их выбор, потому что малейшее отклонение от генеральной линии партии, а генеральная линия партии у нас, мы дружим с Россией, мы такие гэгэй, но как бы среди украинцев тоже есть хорошие люди, но мы не с ними, мы с этими, да? А за этих мы просто переживаем. Никаких антивоенных движений, никаких движений в сторону либерализации и демократии, жесткая рука, да, вот это. Вот по сути, знаете, это такая аграрная деспотия среднего палеолита. Вот давайте так. Разница только в том, что женщины не товар, а в принципе более или менее полноценные члены общества, а все остальное вот исключительно оттуда. И Лукашенко в этом смысле не является никаким вообще даже приблизительно ориентиром для воплощения чьих-то чаяний интересов, в том числе, между прочим, его окружение, потому что все прекрасно понимают, что те, кто там повыше сидят, что очень мало от них зависит. Что делать, никто не знает, потому что вся система государства выстроена под одного человека, под одну семью, все друг за другом смотрят. Но есть и два разных направления. Я сейчас скажу именно о блоке, который у власти. То есть есть абсолютно пророссийская грядка. Это Министерство обороны, Совбез, там всякие Качановы, Губопики, да, Карпенковы, это которые силовики, они все, у них уже Россия, да, на территории Беларуси, весь Губоп в зетках, в портретах Путина, Жукова, там Сталина. А есть пробелорусская грядка, Лукашенковская тоже. Значит, в этой грядке Питкевич, Тертель, глава КГБ, как ни странно бы это ни звучало, да, в этой грядке более вменяемые пропагандисты, которые не настолько ужасны, как Казаренок, которые в принципе, а, в этой, самое главное, в этой грядке министр иностранных дел Рыженков, который достаточно такой, как мне, по крайней мере, сказали, смелый человек, потому что его предшественник ничего не делал, кроме того, что наделал пиджак министра, который пытается как-то все-таки налаживать хоть какие-то подковерные, ну, хоть какие-то месседжи посылать на западную сторону и полякам, и всем остальным, что вот мы хотим нормального общения со всеми соседями. Он даже договорился в эфире национального белорусского телевидения, что вообще он поляк, как выяснилось. Но они друг другу мешают. То есть как только более спокойная грядка пробелорусских сил, хотя, опять же, это не демократические силы. Это те силы, которые стоят за определенный там авторитаризм, как это, можно ли вообще так сказать, да, авторитаризм с человеческим лицом, где как бы выборов все равно нет, все равно есть вот этот клав, который правит, но при всем при этом мы хотя бы делаем вид, что у нас есть хоть какая-то политическая жизнь. То есть у нас не сидят тысячи политзаключенных, это чем-то напоминает армянскую демократию, когда, в общем-то, они с Россией, но в то же время Пашинян еще немножечко с Францией. И опять же, в Армении нет политических заключенных, как-то они умудрились, по крайней мере, в том количестве, в котором я знаю, потому что у меня достаточно хорошие связи с армянской оппозицией. Они все на свободе. Никто из них не сидит в кутузке, в отличие от белорусов, которые как только чуть-чуть высунули голову и заявились на какую-то политическую силу, значит, сразу вот, пожалуйста, палач сегодня не в отпуске. Поэтому вот эти два клана, пробелорусский и пророссийский, они как-то между собой будут бороться до того момента, пока не останется один из них. Лукашенко на данном этапе ничего с этим сделать не может, потому что тут ему нужно учитывать интересы Путина, и это пророссийская грядка, он ничего не может с ней сделать, на чего его ему дают по рукам. А Китай больше заинтересован вот в этой пробелорусской грядке. И вот пока одни и вторые просто его, еще раз говорю, используют, потому что сейчас так выгодно всем. Как только в какой-то момент это станет невыгодно, начнутся очень непредсказуемые процессы в Беларуси, и они не будут иметь никакого отношения к выбору. Татьяна, а как Запад относится сейчас к режиму Лукашенко? Мы с Путиным примерно понимаем, то, что, возможно, нам не всегда приятно осознавать, что Западу замена кремлевского режима не была бы сейчас выгодной. Или, по крайней мере, есть люди, которые активно выступают против этого, да, как приписывают Рузвельту эту фразу. Он, конечно, сын, но это наш сын. Вот что с Лукашенко? Насколько Запад рассматривает его вообще как человека, которым можно договариваться, несмотря на то, что он диктатор? Давайте будем смотреть на это немножко с другой стороны. Потому что есть публичная политика, в которой они не будут договариваться с Лукашенко. И есть подковерная, условно говоря, да, там теневая, где все равно будут какие-то контакты для того, чтобы вообще понимать, чего от него ждать. Конечно. Я, так как бываю на разного рода и конференциях, да, и страцессиях, собственно, я сейчас тоже в Европе в качестве представителя белорусских демократических сил, я вижу, что к нам отношение такое, знаете ли, к белорусам, очень вас жаль, да, ну, такое сочувствующее, да, мы понимаем, да, но поверьте, что в других странах ситуация еще хуже, а мы пока не понимаем, как разрулить ситуацию в Беларуси с вашим Лукашенко, с тем количеством его псов, которые, да, будут охранять свою власть и свое будущее в рамках гуманизма, потому что у нас же главное, что гуманизм, шарики-фонарики, никто не пойдет на вооруженную интервенцию, да, для того, чтобы сбросить диктатора, нет, сегодня у цивилизованных стран, в международном сообществе нет такого инструмента, вот Россия напала, да, они помогают Украине, потому что Украина защищается, а пока на Беларусь никто не нападет, то как бы, а если нападет, то тогда как бы защищать надо будет, тут такое все очень, все очень тоже сложное, потому что вмешательство во внутренние дела другой страны цивилизованный мир соблюдает, а не цивилизованный, авторитарный, тоталитарный, нет, и у нас такая игра в шахматы с голубем, то есть мы по правилам, а они, соответственно, перевернули, на доску нагадили, и еще ей по башке треснули и улетели. Это очень такая стрёмная игра, потому что как бы мы не были сильны, и как бы там технологический уровень цивилизованного мира не превышал уровень развития вот этих стран, ну их тупо больше, я имею в виду даже по количеству людей, их тупо больше. Если мы не научимся как-то это сдерживать и решать такие вопросы, не знаю, что это будет. Условно, это мировая полиция, которая будет высаживаться как на тарелке с инопланетянами в ту страну, где начинает полиция бить мирных протестующих, мирных протестующих, замечу, потому что беспорядки, связанные с погромами, это немножко другое. То, что сейчас пытается подменить понятие пропаганда авторитарных стран, показывая, как в том же Бельгии или Франции полиция справляется с силовым движением по улицам своих городов. Еще раз, это важно понимать. Опять же, людей штрафуют за это, я имею в виду в цивилизованном мире, но людей не сажают на долгие годы, если они не организаторы каких-то террористических ячеек. У нас же люди обвиняются в террористических ячеек. Тут есть четкое разделение. Это либо просто преступление, связанное с криминалом, либо это политическое дело. Там политическим мотивом никто вас бить дубинкой или сажать не будет. Если вы просто громите автомобиль или поджигаете, вы идете в тюрьму. Понятно. Да, да. То есть, смотрите, это важно понимать. Потому что картинку показывают одну и ту же, а на самом деле она абсолютно имеет другую сущность. Вот вы понимаете, что вы сейчас разговариваете фактически с террористом, который создал там экстремистское бандформирование, которое называется «Фракция хватит бояться в Координационном Совете Демократической Беларуси». Ну вот она вся разница между нами и ими. И, к сожалению... а вы разговариваете с уголовником, которого Басманный суд Москвы на 8 лет приговорил за статью о фейках в российской армии. Поэтому все у нас, ну если не паритетно, оно, скажем, похоже. Да, но я бы... Вы позже начали. Пока смотрящий по этой камере я, мне 12. Да, да, да. Я пока подчиняюсь вашим командам. Да, ну то есть вы понимаете, смех смехом, но вы понимаете, в каком идиотизме вообще мы живем. Как это в 21 веке вообще возможно? И вот я смотрю на это, на все, а я же еще во всех этих событиях, так же, как и вы. Мы работаем в этом информационном поле, мы работаем с людьми, мы объясняем, мы смотрим. Так было 70, ну ладно, окей, 35 тысяч лет назад. Вот было именно так. Потом человечество прошло много всякого и пришло к какой-то точке, где наконец-таки казалось бы, ну все, давайте побеждать рак, бороться со старостью, повышать отсутствие, чтобы не было в этом мире голодача. Давайте же все вместе, ура, ура, устойчивое развитие, ООН и опа, и снова ничего нет. И мы снова в этом среднем палеолите. Хочу еще поставить вам возможно завершающий вопрос. Давайте сконцентрируемся вот на том, будет ли сейчас Лукашенко использоваться Путиным для давления на Европу. Я вот открываю статью о том, что польское общество делится сейчас на два типа. Фактически Путин нащупывает инструменты воздействия на него. Та ситуация, которая может вновь оказаться на границе с мигрантами, которые с Беларуси будут как раз пытаться прорвать границу в сторону Европейского Союза. Часть поляков считает, что это человеческая трагедия, часть, что это политический вопрос. И вот можно этими каруселями, так сказать, играть. Как вы думаете, пойдет ли Лукашенко на очередную волну шантажа через мигрантов? Давайте так, человеческая трагедия, это было до момента, когда погиб польский пограничник. После этого Сейм разрешил стрелять на поражение. То, что Путин благодаря руками Лукашенко постоянно будет устраивать провокации на границе Беларуси и Европы, это понятно. То, что Китай это совершенно не устраивает, это тоже понятно. Поэтому это будет такая, они будут втроем в это все играться, значит, Путин будет требовать определенной эскалации, будут залетать беспилотники и все это будет, как говорится, музыка будет вечной, пока не закончится война в Украине или пока она не придет в Беларусь или пока Путин не решит потыкать палочкой уже в договор НАТО и не сделать уже что-то более серьезное, какую-то провокацию на сторону, не знаю, Эстонии, Латвии, Литвы. Вот так мы это будем все сидеть и обсуждать. Ну и, естественно, параллельно еще американские выборы, как новая администрация в Белом Доме или старая администрация с новым лицом будут решать эту проблему. Ну и давайте завершим. Вот все-таки планами оппозиции хочется какой-то получить прогноз, оптимистически желательно, но если его нет, давайте реальный скажем. Какие планы есть у белорусской оппозиции на борьбу с режимом? Мы видим, потому что делают российская так называемая оппозиция, ну, честно говоря, результатов, кроме информационного оповещения, людей, которые и так в принципе знали, что происходит, ну, откровенно говоря, мало. Только вот мы видим силовые крылья, такие как РДК, Свобода Легион, Легион Свобода России, Сибирский батальон, вот от них мы видели конкретное действие. У белорусской оппозиции есть хоть какое-то понимание, чем можно быть полезным? Ну, если мы будем следовать, опять же, правильной лексике, то российская оппозиция, а белорусские демсилы. Потому что сама формулировка оппозиции, она подразумевает то, что они признают, что Путин, да, президент, и он выиграл выбор, да, то есть Путин же не потерял легитимность, смотрите, в отличие от Лукаша. Противники режима, давайте назовем так. Да, я к тому, что противники режима, противники режима, как и положено всем противникам авторитарных режимов, которые находятся в изгнании, это весьма травоядное, и я в этом смысле не хочу никого оскорбить, потому что я тоже часть ее, это весьма травоядная аудитория, которая вынуждена креативить, фантазировать, что-то думать, как еще, как там, по кастрюле я стучу, Путина сбросить хочу, да, помните, была эта акция, просто мы стараемся не быть совсем клоунами, и у нас же есть часть, действительно, Демсил, которые получили легитимизацию, это Светлана Тихановская и Координационный Совет, который провел такие в онлайне свои выборы, и белорусы доверили нам представлять их интересы за рубежом. Значит, наша задача сегодня это максимально помогать добровольцам белорусским на фронте, помогать Украине и информационно, и кто что, кто чем может, да, потому что именно в Украине находится точка сборки новой конфигурации восточной Европы, и скажем так, всем вместе понимать, какое государство мы построим больше после Лукашенко, то есть куда мы идем, какое, вот без этого понимания ничего не будет, почему, собственно, и на Западе на нас так смотрят, ну а кто кроме Лукашенко, да, вот как, если не Путин, то кот, ну да, если не Лукашенко, то кто, им кажется, что вот эту вот, вот этих вот людей в состоянии удержать только вот такая жесткая рука, иначе они друг друга поубивают, и вот с точки зрения России, я не знаю, возможно, у них всегда был запрос на эту сильную руку, у белорусов этого никогда не было, то есть белорусы всегда были очень сильны, и мы умели в горизонтальной связи, и наш 2020 год показал, что мы максимально быстро умудряемся собраться, сконцентрироваться, но мы не хотим крови, и мы не хотим войны, и поэтому мы проиграли, само собой, когда режим готов убивать, а мы нет, ну то, так оно и получается, но я надеюсь, что в ближайшее время, обозримое будущее, я думаю, что это, ну там, не знаю, зависит, конечно, очень много от того, что будет происходить в начале 2025 года, но можно будет уже рисовать какие-то более конкретные планы, чем просто какое-то стратегирование, а где мы еще соберемся, в каком Бундестаге мы выступим, да, и что еще мы скажем белорусам. Будем всеми руками вас поддерживать, всеми инструментами, спасибо вам большое, Татьяна, за включение, за то, что продолжаете борьбу с преступным режимом, который соорганизовал в том числе наступление на Украину и военное вторжение, спасибо. Татьяна Мартынова, белорусская журналистка и глава фракции «Хватит бояться» была с нами в эфире, друзья, а прямо сейчас мы не останавливаемся на обсуждении самых главных тем, то, что я вам обещал в начале выпуска. Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом прошли очень интересно, очень непредсказуемо, сейчас мы уже имеем абсолютно другую конфигурацию сил, ведь помните, после так называемого покушения на Дональда Трампа все говорили, что понятно, кто будет президентом США, а сейчас пророчат победу на этих дебатах абсолютно не Трампу, а Камале Харрис, ну, по крайней мере, американские некитры журналисты, но выводы будем обсуждать прямо сейчас, и, конечно, нас интересует контекст Украины, как, какой кандидат в случае попадания в Белый дом будет поддерживать нашу страну. Поэтому в нашем эфире для обсуждения этого вопроса появляется Юрий Рашкин, вы его хорошо знаете, Юрий – депутат окружного собрания «Укруга Рок» в штате Винсконсин и ведущий YouTube-канала «Рашкин Репорт». Юрий, здравствуйте, вижу вас. И Илья Пономарев – российский политический деятель. Здравствуйте, Илья, вас тоже приветствую. Приветствую. Юрий, ну, тогда к вам вопрос. Понятно, что эмоций много, много можно обсудить по поводу этих дебатов, которые прошли, и за ними действительно следил весь мир. Мы следили очень активно, потому что реально отдаем себе отчет, что от того, кто попадет в Белый дом, зависит очень много, очень большая часть будущего Украины, скажу так. Как вам дебаты в целом? Понятно, что, если можно, давайте вот про контекст Украины тоже упомянем. Как кандидаты отвечали на вопрос о будущей поддержке Украины, ну, и в целом ваши впечатления. Спасибо. Давайте начнем действительно с Украины, потому что, несмотря на то, что у кандидатов заняло больше часа для того, чтобы дойти до этой темы, потом к теме ядерной угрозы Трамп возвращался не раз и даже закончил дебаты на этом заявлении. Поэтому тут надо понимать, что он две линии гонит. С одной стороны, он говорит о том, что когда его напрямую спросили Дональда, поддерживает ли он победу Украины, считает ли, что это хорошо, он сказал, я поддерживаю остановление войны, потому что миллионы людей погибли, то, что нам говорят цифры, это неправда, все намного хуже, нужно это срочно прекращать. Это что? Это его заводские настройки, которые у него уже два года, он одно и то же говорит. Поэтому, когда люди предписывают ему какие-то непонятные планы или намерения, вот что он собирается делать. Он сказал, он позволит одному, позволит другому, и он скажет, договаривайтесь. И Камела Харрис сказал очень четко, он просто бросит Украину. Это понятно всем тем, кто поддерживает Трампа, они на это рассчитывают, они ждут, когда его изберут, и он бросит Украину. А Камела Харрис дала своим избирателям, сомневающимся избирателям, знать, что она будет, как сказать, она может стоять не просто перед Путином и его остановить. Но вначале нужно остановить Трампа. И она вот показала себя вчера очень уверенным лидером, оратором, прокурором, которая просто провела дело от начала до конца. Вначале было, правда, я скажу, первые 30 секунд у меня были сомнения. Потому что она стала отвечать на вопрос не прямо, но задали ей вопрос, если ситуация лучше, чем была, и она начала давать какой-то витиеватый ответ. Но за исключением этого она разделала Трампа по полной. Она ему бросала всякие наживки, которые он ловил каждый раз, когда она ему сказала по поводу людей, уходящих из его ралли, потому что там скучно, у него просто взорвало крышу. После этого он стал заявлять, что иммигранты едят собачек и кошечек в Охайо. Это была вообще просто потеря пульса, потому что люди не знали, что вообще сделать. Но ABC News связалась и им сказали, вы знаете, мы поговорили с менеджером этого города, там не едят, нет доказательств того, что едят кошечек и собачек. Я уточню. Вот как вы думаете, простите, просто там интересная фраза, Трамп сказал, что он это видел по телевизору. Он этим пытался привязать себя к своему ядру аудитории, которая действительно может из телевизора поверить в то, что кто-то ест собак в каком-то штате. Или это была его оплошность? Это в минус или в плюс сыграло? Ну, в принципе, это звучит как очень странное заявление, потому что по телевизору много чего показывают. Но то, что он весь вечер пытался всех перепугать вначале иммигрантами, кошечками, потом ядерным оружием, которое у Путина, и с этим надо считаться. Он к этому возвращался. Но комики уже по этому поводу шутили, говорили, вы знаете, по телевизору есть такой город, где собачки, кошечки, пожарные и полицейские. И вот такой тоже можно увидеть по телевизору. Так что, кто его знает, что смотрел Трамп? Хорошо. Илья, ну, во-первых, я как бы не знаю, поздравлять вас или нет. Вроде как на 10 лет вас осудил суд российский. Не помню, как он называется. Дело вроде бы у вас там тоже и о фейках российской армии. И скорректируйте еще, да, там, кажется, одна статья. Я чертова знаю. То есть, они же моих адвокатов тоже обвинили в попытке убийства и так далее. Поэтому, то есть, я могу только и все массовые информации получать. Да, я вот нашей аудитории скажу, что вот из того, что я видел, значит, второй западный окружной военный суд, приговорю к 10 годам колонии бывшего депутата Госдумы Ильи Пановарева, уважаемого, который у нас в эфире. А, это вот так хорошо. Да, 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 да. Вы не знали, да? И Басман, да, уважаемый. Я, честно говоря, про то, что меня осудили на 8 лет колонии, Басманный суд тоже узнал от друзей, которые мне скинули ссылку, вот, фейки российской армии. Поэтому, ну, вам 10 лет дали. Вы все-таки более статусный человек для российского правосудия. По двум статьям вас осуждают Уголовного кодекса так называемого оправдания терроризма и военных фейках. Ну, вот так. Вот такие люди у нас сегодня в эфире, уважаемые, действительно, враги Кремля. Поэтому, друзья, не забудьте на канал подписаться, все у нас серьезно. Илья Владимирович, вопрос к вам. Все-таки, давайте вернемся в американский контекст и поговорим про Трампа. Когда он был президентом, он не раз приезжал в Россию и, возможно, для, как бы, для вас он более понятен, более предсказуем. Вот, Юрий говорит, что Трамп будет, ой, я говорил с Абафрой, что Трамп будет делать все, как и не скрывает, да. По его словам, миллионы жертв нужно остановить срочно войну, не победой Украины, а просто ее остановить, непонятно как. И вообще, его больше ничего не волнует, ну, и дальше там американская повестка. Вы как думаете, Трамп действительно будет так прямолинейен и предсказуем, или у него есть какие-то заготовки для Путина? Смотрите, я искренне считаю, что Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. У человека реально есть такая болезнь, по-американски она называется ADD, это расстройство внимания, да, то есть расстройство концентрации. Все люди, которые работали с Трампом в администрации, они все говорили, что наша главная технология была последним выйти из овального кабинета, потому что он запоминает то, что ему сказал последний человек, остающийся в дверях. И вот это там дальше превращается в какие-то, значит, политические решения. Это не хорошо и не плохо, это особенность характера, да. Опять-таки, на предыдущем сроке на него очень сильно влияла Иванка и Джаред. Значит, на этом сроке там есть другие люди, которые будут на него влиять, и они, я так скажу, они не крокодилы, да, это вот понятно, что демократы хотят его выставить тоже там ища Диамада, и на этих дебатах это проявлялось, то, что вот проект значит 2025, а он не имеет отношения ко мне этот проект, я ни разу его не поддерживал, то есть вот и так далее, да, там что-то другое там ему говорилось. На самом деле вот эта позиция по поводу Украины у него, она действительно абсолютно последовательная. Он исходит из того, что Россию военным путем победить нельзя, поэтому надо договориться по той линии разграничения, которая есть по факту, значит, существующая. С Курской областью, я прошу прощения, Илья Владимирович, что-то принципиально важно, вот с регионами, которые не контролируют Россию в Курской области? Я до этого как раз дойду, потому что таких деталей Трамп явно не доходит, да, значит, я говорю про ту позицию, которую он все время транслирует, да, то есть его позиция, что, значит, останавливаемся по линии разграничения, и дальше я буду, там, Путина душить экономическими методами, я откручу, значит, нефтегазовый кран, цены мировые упадут, у Путина кончатся деньги, и он приползет ко мне на коленях, и я ему скажу все, что, значит, он должен в этой ситуации сделать. Вот, если коротко, значит, план Трампа. Нефть сказал по 40 долларов за баррель, вот, что-то вроде такое было, он сказал, и тогда Путин остановился. он это говорит, он это говорит абсолютно последовательно, но три с половиной года я от него слышу одну и ту же, значит, историю абсолютно. Значит, то, что этот план нереалистичный, на мой взгляд, это совершенно очевидно, и это будет понятно там в первую неделю. Во-первых, по причине Курска Путин не пойдет ни на какие переговоры, пока украинская армия находится на территории России, и тут и у демократов есть иллюзия на эту тему, но она, безусловно, развеется. Во-вторых, себестоимость добычи нефти в России существенно меньше себестоимости добычи нефти в Америке, поэтому те самые 40 долларов за баррель это не очень реалистичная цена с точки зрения американской нефтяной отрасли, а для российской нефтяной отрасли ну, это уменьшение доходов, но это все равно они в серьезном плюсе, поэтому поставить Путина на колени таким образом совершенно не удастся. Ну, а самое главное, невозможно договориться с Путиным так, чтобы он соблюдал свои договоренности, но уверен, что понимание это очень быстро придет, хотя, наверное, нет, не придет, просто Крампа не выберут, я считаю, что вероятность его победы еще после этих дебатов дополнительно снизилась. Хорошо. Юрий, что вы думаете по поводу того, что сегодня в Киеве находится в том числе госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен со своим коллегой из Британии, министром иностранных дел, и вроде как обсуждается вопрос передачи, точнее, разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации американским оружием, и мы знаем, что в Вашингтоне ждет своего британского коллегу в эту пятницу, если я не ошибаюсь, Джо Байден, и, кажется, там они должны принять окончательное решение. Будет ли принято это решение, во-первых, во-вторых, попытается ли Байден сейчас поспешить до выборов, чтобы, не дай бог, когда придет Трамп, это решение нельзя было отменить, или вот как раз это время использовать для того, чтобы улучшить ситуацию в военном смысле? После этих дебатов надо понимать, что шансы Трампа стать президентом, теперь у него не нет этих реалистичных шансов. Теперь мы будем обсуждать то, как он будет захватывать власть, то, как он будет оспаривать выборы, то, как он будет всем мешать, то, как с ним надо будет бороться и с его сторонниками, и что это будет, потому что... А почему вы так уверены, Юрий? А почему вы так уверены? Он проиграл дебаты? Да. Вы знаете, это был для него последний шанс, потому что свое ядро он не проиграет. Его ядро настолько... Ну, поговорите с русскими в Америке, они не отвернутся от Трампа, чтобы он не говорил, чтобы мне объясняли про Украину. Но независимые избиратели посмотрели на этот бред по поводу кожечек и собачек и поняли, что этому человеку абсолютно нельзя доверять. А в это время Камела Харрис вела себя резонно и последовательно. И когда мы говорим про Энтони Блинкина в Киеве, когда мы обсуждаем передачу оружия, это еще одна очень четкая демонстрация разницы между политикой и администрацией демократов и Байдена, и потом Харрис, и разницей о том, что говорит Трамп, который говорит про Украину, как будто это, я не знаю, Эфиопия или какая-то другая такая странная страна, где просто много людей гибнет, непонятно от чего, и вообще нам нужно эту гибель прекратить. То есть это абсолютно противоположные взгляды на ситуацию, и тут надо, наверное, только дальше учитывать, что ракеты и оружие, которые теперь будут передаваться Украине, потому что логистика это позволяет. Я думаю, что логистические проблемы, обучение пилотов, подготовка самолетов, ведь нужно же там, кажется, 48 F-16 оборудовать, чтобы они эти ракеты JSSM могли разносить, потому что тут две ракеты на каждый самолет, плюс надо еще оборудовать МИГи, это же все время занимает. Но когда это решение принято, и когда эти самолеты поступят, эти ракеты поступят, то тогда Украина сможет бить до Воронежа, до Прянска, до Крыма, и тогда возникает вопрос, как Курск вписывается во все то, что сейчас делает Украина, и это совсем другой разговор. Говорить тут об американских выборах, ну, Байден не будет слишком много делать, я думаю, до выборов, до 5 ноября, он будет просто продолжать помогать Украине, как он это делал всю свою каденцию. Но после выборов, я думаю, что есть действительно интересный шанс, такая форточка возможностей, когда президенты обычно делают то, что они не решаются делать ни до, ни после. А вот тут, в зависимости от того, что еще произойдет на выборах, если действительно американцы дадут сильный отпор Трампу, трампизму, изоляционизму, и, в принципе, таким образом, расшизму, то я думаю, что Байден будет очень вдохновлен таким как бы желаниями избирателя и может еще сильнее помочь и открыть еще больше возможностей для России. Но в то время, когда Иран говорит о том, что будут передавать баллистические ракеты России, это очень серьезная ступенька эскалации, когда мы слышим, что Уильям Бернс, опять же, ставленник Байдена, говорит о том, что не надо уже так нервничать по поводу ядерной эскалации и бряцания России, которая происходит. Ну, я вижу, что у нас сейчас есть очень адекватные люди в нашей лидерской команде, это Энтони Блинкен и другие, которые все делают то, что потом, в конце концов, принимает решение президент Байден, а потом будет, видимо, принимать решение президент Камалы Харрис. Да, кстати, интересно, что кремлевские каналы сказали, что это было вброс по поводу баллистических иранских ракет, и этот вброс был... Спрашно стало? Специально, и этот вброс был специально подготовлен для того, чтобы потом передать Украине разрешение бить американским оружием вглубь российского ВПК на территории России. Хотя, я напомню нашей аудитории, что официально депутаты, которые имеют отношение к оборонке Ирана, признали эти поставки. Илья, у вас была какая-то реакция на фразу Юрия, или я ошибаюсь? Да, да, ну, пожалуйста, дебаты, надо же найти, о чем поспорить. Давайте. С чем не согласны? Да, я бы в данной ситуации поспорил. Просто, мне кажется, что позиция Трампа и позиция Харрис относительно вот этого остановить войну, на самом деле, одинаковы. Ну, то есть, такая же позиция у действующей администрации. Никто никогда не говорил о том, что они хотят, чтобы Украина победила. А если там случайно кто-то что-нибудь подобное скажет, там сразу же шли опровержения о том, что он не это имел в виду, и то есть, вы неправильно его поняли, и это была просто оговорка, и так далее. У действующей администрации есть четкая формула, которая не говорит. We'd like to stop Putin. Да, то есть, мы хотим остановить Путина. И мы не хотим, чтобы Украина проиграла. Вот это две вещи, которые они повторяют последовательно. И в этом смысле фундаментально то, что говорит Трамп, оно ничего не отличается. И скорее, даже когда он говорит там про вот это вот... Ну, конечно, сейчас я договорю, то есть, нужно, я считаю. как раз Трамп, по крайней мере, как раз говорит о том, что он хочет путинский режим, чтобы был уничтожен. То есть, через экономику, не через военный путь и так далее. Ну, по крайней мере, он про это говорит, демократы про это совершенно не говорят. И то, что сейчас происходит в администрации, вот Юрий там упомянул, Бернс, сейчас это вышла совместная статья американцев и англичан, да, это скорее является такой внутренней борьбой за то, кто будет следующим год секретарем. Бернс очень хочет остаться. На данный момент настроение в Белом доме поменять полностью внешнеполитический блок. Вот, если у кого-то есть шанс остаться, то только у Бернса. И он поэтому и с Голубя, которым он был все это время, и он был главным тормозом на пути борьбы именно с путинизмом, как с политической системой, он первый, кто говорил о том, опасность хаоса, дестабилизации, значит, расползания ядерных устройств и всего прочего, вот он пытается, значит, занять более радикальную сейчас позицию для того, чтобы остаться перед Харрис. Но что там будет, это абсолютно темная лошадка. На данный момент, кроме Филиппа Гордона, ее советника по внешней политике, вообще непонятна ни одна фамилия, которая будет у Харрис во внешнеполитическом блоке. Понятно только одно, что это будет недействующая команда, она ее существенно поменяет, потому что главный, кто принимал внешнеполитические решения на данный момент, это был Байден. Юрий, ваше слово. Меня, да, благодарю, меня меньше беспокоит как бы спекуляции по поводу, почему Уильям Бернс сделал такое заявление, хотя понятно, что Уильям Бернс это человек Байдена, поэтому, когда уходит Байден, уйдет и Бернс, так же, как всегда уходит вся команда после первой каденции, это нормально, тут даже конспирологии никакой нет, люди просто меняются каждые четыре года, но это даже не так важно, более важно здесь, мне кажется, именно проект 2025 и вот это заявление Ильи о том, что Трамп не постоянен, это его главное постоянство, у него есть одно постоянное качество, Путин его держит за яйца, после этого мы можем рассуждать другие какие-то варианты, но это учитывает то, что Путин держит его за тестикл, поэтому сказать, Юрий, простите, а вот какой инструмент я не уникал Это первая часть, извините, извините, им нужно договориться, проекта 2025, Трамп может отнекиваться от него сколько угодно, но он написан его людьми, его вице-президент написал предисловие для этой книги и говорит, что это не постоянство, это тоже очень много постоянства, тысячи страниц, планов, как они собираются уничтожить наше государство. Чем именно Путин держит за яйца, как вы сказали, Трампа? Я вот не до конца понимаю, если мы говорим не фигурально сейчас, какие у него Хорошо, если фигурально, то у него масса компроматов, в принципе, все богатство Трампа зависит от Путина, и кстати, как результат дебатов, посмотрим, что акции этой компашки Трампа продолжают падать, сегодня потеряли еще 17%, и в принципе уже потеряли 80% от своей стоимости, потому что Трамп ужасный бизнесмен, но он заработал много денег, продавая свои кондоминиумы, не спрашивая кому, и промывая деньги российских олигархов, но это детали, сейчас его больше волнует, как бы избежать тюрьмы, и как дружить с такими крутыми пацанами, как Путин, Ким Чен Ин, и все остальные диктаторы, и поэтому он сейчас нас пытается запугать ядерной угрозой, вместо того, чтобы сказать, что Россия это угроза не такая, как Бернс, например, и нам нужно по этому поводу срочно что-то делать, чтобы помочь Украине, вместо этого Трамп говорит о том, что о, там такая ядерная угроза, и только я могу договориться с крутым пацаном Путиным. Это президент Соединенных Штатов, это позор. Илья, а скажите, вот на Западе так ли боятся до сих пор эту ядерную угрозу, потому что я слышу два полярных мнения, что на Западе слишком боятся ядерной угрозы со стороны России, и это проблема для Украины, а в то же время проблемой для Украины может быть то, что Запад не боится, и поэтому не хочет, извините за сленг, впрягаться в эту войну полными силами, потому что прекрасно понимает, что блеф России дальше Донецкой области просто никуда не выйдет, а они находятся там далеко. Вот вы по ощущениям и общению с американскими политиками скажите, все-таки в чем причина больше их, ну скажем так, замедленной решительности? Ответ на этот вопрос, он, что называется, и да и нет. То есть, с одной стороны, есть люди типа Трампа, которые на этом спекулируют, да, Третья мировая война, ядерные ракеты полетят в нашу сторону, но я не знаю людей в администрации в Белом доме и так далее, которые в этом реально видят. То есть, они считают, что такая вероятность, она не тождественно равна нулю, но она очень-очень невысока. Собственно, вышеупомянутый Бернс там на эту тему как раз недавно говорил о том, что они считали в начале войны, что есть вероятность применения тактического ядерного оружия, сейчас они считают эту вероятность пренебрежимой малой. Но то, что они считают очень важным, они как раз не готовы ставить вопрос об уничтожении путинского политического режима и в целом агрессора именно из-за ядерного оружия, и не столько из-за вероятности его применения, сколько из-за вероятности хаоса внутри России расползания ядерных устройств. Они боятся, что если Россия начнет фрагментироваться, к власти попадут непредсказуемые люди, то можно будет продать какую-то боеголовку иранцам, северным корейцам, каким-то террористам, грязная бомба, атомные электростанции. Вот этого боятся на самом деле многократно больше, чем применение ядерного оружия вот в том виде, в котором оно, собственно, было разработано. И этот страх, его очень сложно перебороть, и вот нам конкретно, да, региону свободы России, российскому сопротивлению, это мешает очень сильно, потому что они загипнотизированы, они говорят, не-не-не-не, вот мы помогаем Украине, но мы не готовы бороться с Путином. Юрий, вот я хочу спросить, кстати, как реагирует американский политикум на то, что происходит в России, да, я имею ввиду атаки со стороны Украины, Курская спецоперация, прилеты, 150 дронов анонсировала российская Миноборона сбили, которые летели в сторону Подмосковья, в том числе по российским аэродромам. Мы каждый день анонсируем то, как беспилотники просто уничтожают российскую нефтянку в приграничии, нефтеперерабатывающие заводы, просто цистерны, то есть склады с нефтянкой. В Америке это воспринимается как аргумент за помощь Украине или наоборот на это никто не обращает внимания или даже более говорят, что вот смотрите какие украинцы, если им дать возможность, они значит разрушат Россию, нам это не надо. Вот как это используют там для принятия решений? Смотрите, во-первых, для исторического сравнения, мне кажется, что самый уважаемый американский президент в смысле того, как он провел войну, это Папа Буш, потому что он выбил Ирак из Кувейта, но при этом не уничтожил Саддама Хусейна. И после этого мы не должны были собирать по кусочкам Ирак, мы просто, значит, занимались Кувейтом, получали там деньги, восстанавливали и так далее. И с точки зрения, мне кажется, американской внешней политики, это был самый успешный, наш вмешательство, когда мы вмешались, но мы после этого не завладели всем магазином, всем базаром. И это первая часть. С другой стороны, то, что Соединенные Штаты помогают Украине в момент, и союзники особенно помогают, когда либо у Украины идут большие успехи, либо ситуация особенно тревожна, тоже, мне кажется, вполне заметна. Поэтому сейчас, когда ситуация идет успешно и параллельно она тревожна, потому что из-за того, что войска пошли на курс, остается остальной фронт, и все это, я уверен, Илья знает намного, намного лучше, чем я, то это дает, конечно, это давление на американских политиков именно сейчас помочь Украине. Да и, конечно, хотелось бы, чтобы Украина просто победила в том смысле, и надо признать, Байден и Харрис говорят это, я не знаю, почему это не слышно в русском, мне нужно просто, видимо, собрать видео, где они говорят, мы за победу Украины, сделать какую-то подборку, потому что они-то в каждой речи говорят, но просто это, видимо, не доходит, ну, не знаю как, поэтому они хотят победы, но это означает возврат к границам 91-го года, а что происходит в России в этот момент, хотелось бы Западу, чтобы Россия держалась и не развалилась на ходу, но это будет уже происходить вне желания Запада, потому что если, когда Россия подпишет капитуляцию, и остановится война, и восстановится граница 91-го года, то что в такой стране будет происходить, я думаю, ничего хорошего, и Запад тут уже не сможет повлиять, потому что мы просто отошли, ров вырыли, и теперь мы сможем туда только посылать ножки Харрис, но я думаю, они не заслуживают. Ножки Харрис, возможно, будут вкуснее, ножик Буша, но посмотрим. Илья, что думаете по этому поводу? Вы часто видите с американскими политиками и западными, обсуждаете вопрос поддержки Украины, и в том числе формирований Доброльских, Российских, которые выступают на стороне Украины, их вдохновляют украинские успехи? Мне нужно откланяться с уважением всем в славу Украине. А, героям славы. Юрий, большое вам спасибо. Юрий Рашкин был с нами на связи, благодарю вас, и до новых встреч. Давайте Илью тогда послушаем. Да, хотя Юрий откланяется, но я не могу не сказать, что не слышим потому, что здесь вопрос о том, как говорят. Безусловно, американские политики все время говорят о том, что восстановить территориальную целостность Украины, говорят всегда, будем помогать Украине до самого конца, значит, тоже они это говорят, но победа это не это, победа это поражение агрессора, и вот этого, соответственно, не происходит, никто не произнес слова, мы хотим, чтобы Российская Федерация проиграла эту войну, чтобы Украина не проиграла, да, но дай бог, что эта позиция изменится, это такая, так скажем, критика среди союзников, которая звучит, и понятно, что американская внешняя политика, она довольно сильно инерционна, и тут вот уже переходя к этому вопросу относительно отношения, вот те же самые НПЗ, да, мы знаем, что когда Украина провела первую серию очень успешных атак на НПЗ, тут же в Киев приехал Салливан со словами давайте этого больше не делать, да, значит, это может дестабилизировать мировые цены на нефть, мы знаем, как американская администрация не дает согласия на то, чтобы Украина, например, атаковала американские танкеры, российские танкеры, да, которые везут нефть на экспорт, теневой флот резко разрастается, он даже не находится под санкциями, и это касается как сжиженного газа, так и нефтяных перевозок, американцы боятся, что это приведет к росту цен и, соответственно, ударят по избирательным шансам демократической администрации на следующих выборах. По поводу всех, значит, наших добровольческих подразделений, они очень-очень осторожно относятся к этому вопросу по той причине, по которой я говорил до этого, потому что это вероятность хаоса и дестабилизации внутри России, а этого им не нужно. Они готовы помогать ВСУ и готовы, так скажем, закрывать глаза на то, что ВСУ там делает, как вот оно формирует эти самые же российские батальоны, но сами по себе эти батальоны они поддерживать не хотят. Есть ряд американских политиков, в основном с военным бэкграундом, которые хотят и как раз они приводят пример этой самой буре в пустыне в качестве примера неудачного, то есть о том, что вот мы когда не довели дело до конца, то нам пришлось воевать еще раз из поля плохих позиций и потратить на это очень большое количество и денег, и жизни, наших военнослужащих и поэтому мы не должны поступить так, как поступил Буш-старший тогда, когда можно было Саддама Хусейна добить сравнительно малой кровью. Они и сейчас говорят о том, что давайте это делать. Но все-таки в целом позиция американского политикума очень-очень-очень осторожная и иногда мы даже между собой говорим и я в глаза это говорю некоторым нашим американским коллегам вы фактически защищаете неприкосновенность российской территории. Курская операция на самом деле стала возможна ровно потому, что в Москве были уверены, что Запад не даст возможность украинцам перейти границу. Да, это интересно. Мне нравится этот мем, что единственный гарант безопасности России это Джо Байден на определенном этапе был. Такая шутка. Я бы тут не персонифицировал, но в целом Запад это, к сожалению, правда. Да. Ну, имеем дело вот с таким историческим этапом. Что делать? Илья, спасибо вам большое, что помогали акценты расставлять в самых важных событиях последних дней. Илья Пономарев, российский оппозиционный деятель, политик, был в эфире Унианы. Друзья, не забудьте подписаться на канал и, пожалуйста, комментарий напишите. Согласны вы с нашими спикерами? Может, со мной не согласны? Пожалуйста, ваше мнение для нас это самое важное. Скоро увидимся. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok